Владимир Михайлович, не смотреть-то на меня, конечно, но аппарат, конечно, грозно смотрится. Это видео-гастроэндоскоп. Владимир Михайлович, сколько лет Вы работаете, занимаетесь этим делом? Ну, сколько? Ну, 38 лет. Прошли десятки, сотни, а может быть даже и тысячи людей, и еще дай Бог, чтобы выздоравливающих было столько же. Ну да, дай Бог, да. Для этого мы и работаем. Я слышу о том, что у Вас есть теория о том, что можно победить рак, а не прибегая к уже хирургическим способам лечения. Да, только это надо изучить. Если можно, для нас, непосвященных, слава Богу, расскажите, как это все, какие наработки есть? Ну, как какие? Вот самостоятельные наработки были с 2004 года, самостоятельно разрабатывал, о том, как идет обратная трансформация типичной клетки нормальной клетки. То есть, брал с каких-то участков желудка подозрительных, там, полипы или гиперплазии, или дефект слизистой, там, эрозии или язвы, где были дисплазии второй, третьей степени, то есть, как предраковые заболевания. И, чтобы не приходили они в рак, назначало их лечение комбинированным методом. То есть... Что заключает в себе комбинированный метод? Прежде всего, это первое противовоспалительное, то есть, убрать раздражающий фактор, который вызывает вот эти предраковые заболевания, это геликобактер, вот, а также дрожжеподобные мицелии. Ну, и плюс, одновременно назначалась лекарственная трава, такие как чистотел и коллизи фрагранс. Кто, может быть, не слишком силен в медицинских терминах, если вот попроще объяснить, что, значит, как уберечь себя на этих стадиях? Ну, чтобы не было, допустим, развития предраковых заболеваний, прежде всего, надо соблюдать диету. Так, надо потом обследоваться у врачей при каких-то, ну, допустим, даже незначительных симптомах проявлений болезни, там, или симптомов каких-то отрыжки, там, допустим, изжоги. Вот, не браться в настоятельное лечение, а идти к врачу на обследование, особенно к эндоскопистам, которым могут взять не только постановить желудок, но взять биопсию, то есть кусочки ткани, на исследования гистологические, в патанатомических отделениях, где смотрятся такие специалисты, врачи-патанатомы. После этого заключения только уже назначается, допустим, лечение как предраковых заболеваний, чтобы не приходили они в закачественное образование. В этом методе патанатом мы видели обратную трансформацию атипичных клеток в нормальные. На сегодняшний день во всем мире это никто не занимается. Владимир Михайлович, Вы, можно назвать, полноправный рационализатор-изобретатель. Ну да, имеется несколько изобретений, то есть патентные изобретения на эту тему. Интересно. А вот Вы сказали, диета – это главное. Понятно, и многие понимают об этом. Но то, что мы покупаем в магазине, потребляем, в принципе, в пищу, оно и провоцирует наверняка все вот эти нежелательные... Скорее всего, в последнее время это и наблюдается, потому что имеются всякие е-добавки, пальмы, масло. Ну и употребление на ходу, так сказать, люди сейчас занимаются бизнесом, то есть на ходу плохо перекусывают, плохо разжевывают, глотают вот непережевываемую пищу, то тоже приводит к различным заболеваниям желудочно-черечного тракта. Вот, также несовременное питание приводит к тому, что может заброс желчного рефлекса 12 персов в желудок. Вот, также ночные перекусы. Это стрессы. Стрессы, ночные перекусы, поедят люди и ложатся на ночь. Вот, а в это время идет заброс желудочно-содержимого в пищу. Вот, пожалуйста, и отсюда могут выйти грыжи пищеводные отверстия, диафрагмы, и потом приводит к пищеводным болезням. За сколько рекомендуют врачи вашего профиля питаться? Реально? Ну, поменьше, почаще, где-то до 5 раз в день, 4-5 раз в день. На ночь не есть, конечно. Владимир Михайлович, мы говорили о том, что 3 стадия лечения раковой болезни, потому что это болезнь, онкология сейчас, это номер один. Проблема номер один даже больше, чем цена на продукты и так далее. Волнует население. Должна волновать, по крайней мере. Да, конечно, должны волновать те, кто поставляет продукты питания нам в магазины. Поэтому, потому что в основном сейчас люди питаются, покупая продукты питания, хлеб и все, всякие другие продукты питания. В медицине сейчас тоже все очень строго регламентировано, значит, всякими забюрократизировано, если уж откровенно говорить. И я думаю, что и вам не совсем удобно работать в полную силу, ну, скажем, откровенно. Ну да, потому что сейчас имеются аккредитации, то есть лечебные учреждения строго аккредитированы по данным такому специальности. Допустим, как четвертая больница, она не имеет права заниматься онкологией, только онкологическими болезнями, заболеваниями, только может онкодиспансера, то есть специализированное отделение. Строго-строго регламентировано по этому, по этой специальности. До этой записи мы говорили о том, что выдающиеся врачи, и вы интересно рассказали о наших, в том числе земляках, врачах, которые изобретали виды лечения, которые в мировой практике с золотыми буквами вписали свою фамилию в медицину. Немножечко об этом тоже. Вишневский, конечно, знаменитый хирург, был министр здравоохранения, который изобрел мазь Вишневского. До сих пор она, так сказать, пользуется популярностью у всех врачей. Филатов наш, академик Филатов наш, земляк, он тоже создал несколько изобретений, не касающих глазных заболеваний. То есть это... То есть не по своим профилям изобретений. Не по своим профилям, да. Это, значит, ФИПС, филатовский биосимулятор, который вводится в подкожу при заболеваниях глаз, а также имеется филатовский биосимулятор на ножке, стебель филатовский, знаменитый, который идет при пересадке кожи, при ожогах, при каких-то травмах кожи и других тканях. То есть у них не было специальных лицензий, специальных бумаг? Не было тогда, да, они занимались... А также имеется и еще один, допустим, академик Дикуль, который работал в цирке и который тоже сейчас знаменитый стал академик по костно-суставным заболеваниям. Владимир Михайлович, я думаю, что кто серьезно относится к здоровью, очень внимательно и несколько раз прослушает нашу беседу. И дай Бог, она была бы не последней. Вам самому и здоровья, и успехов, и в врачебной деятельности, и в том числе на Ниве изобретательства. Спасибо. Во имя нас, выздоравливающих или больных, чтобы царил здравоохранение, чтобы врачи вашего профиля как можно меньше в перспективе имели работы. Спасибо. Конечно, желаю всем здоровья, чтобы меньше болели и больше выздоравливали. Спасибо большое. Татьяна Петровна, сколько вы работаете с Владимиром Михайловичем бок о бок? Мы вместе с ним работаем с 1987 года и по настоящее время. Прямо в одном кабинете? В одном кабинете. Столько больных видели и выздоравливающих? Да. Как вы можете охарактеризовать Владимира Михайловича? Ну, хочу сказать, что врач от Бога, замечательный. Доброта? Доброта это. Никому не отказывает. Всем, как говорится, в тяжелый момент он подостроку не оставит в беде. Ну, вот и спасибо, самое главное.